Смотрите про детей. Про детей что важно? Я постараюсь опять же сделать максимально ключевые моменты. Первый самый ключевой момент с точки зрения здоровья детей это подготовленная к беременности мамы. Причем это настолько важно, что это даже сложно переоценить. Потому что получается, что здоровье ребенка на ближайшие 5-10 лет от родов, от рождения этого ребенка, во многом будет зависеть от того, как проходила беременность, а еще как проходили роды. И были ли они вообще эти роды? Или это была искусственная какая-то тема, не имеющая отношения к родам никакого? Я думаю, все понимают прекрасно, что подготовленная здоровая женщина, то есть, соответственно, спокойно вынашивает ребенка, спокойно сама рожает через свои родовые пути, которые тоже здоровы. Соответственно, начало подготовки к беременности у женщин начинается за 9-12 месяцев до предпочтающей беременности, у мужчин за 8-9 месяцев. То есть, естественно, что это процесс, ну, как бы с формальной точки зрения, да, то есть, это приведение в нормальное состояние ЖКТ печени, щитовидной железы и, соответственно, общая запитка, в том числе скелета, да, то есть, потому что потом придется этим всем делиться с ребенком. Естественно, отказ от алкоголя, желательно, как бы, ну, уровень курения и желательно, как бы, активирующие напитки и так далее. Вот. Если уже дальше смотреть, еще лучше, да, то есть, вообще, сваливаем с города. Ну, это идеальный вариант, да, то есть, потому что идеальный вариант зачатия родителей вообще за пределами мегаполиса. Ну, это идеальный вариант. Я, как бы, я просто, давайте, от минимума к максимуму буду, хорошо? Вот. Потому что, может быть, кто-то не, не, мог бы это сделать легко, но, допустим, он даже цели собой такой не ставил. Может такое быть? Вот есть люди, которые говорят, да, что, какие проблемы-то, поеду в деревню. У меня же есть, там, три дома, да, почему бы мне не поехать? Вот. Соответственно, если мы это все сделали, к вопросу о женском здоровье, да, то, соответственно, ребенок будет уже изначально, да, то есть, а и в процессе беременности, естественно, все сопровождение беременности, плюс, привет, госпожа Мороз. Я думаю, там все, как бы, хорошо, да, деталей, да, то есть, расписано. Кто не знает, кто первый раз слышит эту фамилию, да, то есть, это ваш очень классный кушер-гинеколог, который, ну, имеет бестселлеры, лекционные бестселлеры на тему беременности, рода лактации, да, думаю. Соответственно, если этого не делать, да, то есть, если этого не делать, и сейчас это видно просто, вот, на пропалую, да, дети рождают в типов срок, вот обратите внимание, там, 40 недель, 39 недель, но де-факто видно, что эти дети, они недоношены, у них отсутствует полноценно функционирующая ферментативная система, которая закладывается с 34 по 38 недель, да, у них возникает целый ряд недоразвитых систем, например, клапанный аппарат сердца, например, да, там, ряд других аспектов, другие, то есть, вопросы скелета, там, и прочее, то есть, это все, фактически, почему так происходит? Просто потому, что все равно женский организм, вот, настроен на свои, там, 38, 39, там, 40 недель, например, да, то есть, он родит этот плод, но скорость развития этого плода будет зависеть от того, каковы условия сложены внутри организма этой матери. Если условия недостаточны, то развитие будет отставать, да, то есть, и ребенок родится в срок, но он будет по ряду аспектов как бы недоношен, как бы. Причем не по всем системам, да, то есть, а по тем системам, где были основные дефициты. Далее, если ребенок родился через, естественно, родовые пути, он автоматически, да, то есть, будет ознакомлен с флорой матери через родовые пути. Вот, это крайне важный аспект, да, потому что, например, есть такая страна Бразилия. Мы нормально, да? Я просто не могу на одном месяце. Все нормально. Это самое. Есть страна Бразилия, которая за 2017 или 2016 год вышла на позорную такую цифру, да, то есть, более половины родоразрешений к СРМСЧ. Что это значит? Это значит, что уже где-то, где-то лет через 7-10 их просто завалит аллергия и аутоиммунные заболевания. Просто завалит всю страну, да? Потому что получается, что большая часть этих детей, родившихся в Бразилии, причем мотивация очень интересная, мотивация к вопросу социальной революции. То есть, самая распространенная мотивация женщины, которая рожает путем кесарево-сечения, говорит следующее, чтобы влагалище не растягивало, чтобы сексом потом было заниматься приемлемо. Нормальная мотивация? Женщины, матери. То есть, это уже вывихнутый мозг, да, то есть, просто вывихнутый мозг. А вот, где, ну, как бы, вообще сложно ценностные какие-то, как бы, параметры поставить на место, я не знаю даже как, честно. Вот, так вот, получается, что если этого не сделать, да, не пройти через родовые пути, я уж там не говорю про психологию, это отдельная тема, вот, то первая флора, с которой будет встречаться этот ребенок, это флора больничная, не имеющая никакого отношения к геному, да, то есть, и к особенности этого конкретного рода. Обратите внимание, что вся флора нашего организма, да, то есть, это флора родовая, по сути, должна быть, да. Первично она зависит от рода, то есть, она передается по материнской линии, как и митохондриальная ДНК, да, передается по материнской линии. И, соответственно, смотрите, получается, раз мать уже имеет по отношению к этим микроорганизмам целый набор систем толерантности, то есть, нечувствительности, да, то есть, то, соответственно, ребенок автоматически только через эти родовые пути получает, ну, проходит, получает эти микробы и тут же получает молозиво с антителами и так далее, он тоже, как бы, получается, получает всю микрофлору и тут же всю систему толерантности к ней посредством молозива, да, и сразу становится здоровым ребенком. Либо второй вариант, он получает больничную флору, да, и его иммунная система вынуждена в ситуации, когда она еще не может этого сделать, а он же нам, он еще как бы не способен, ребенок до трех, а то и до пяти лет не способен полноценно формировать иммунный ответ, толерантность и так далее, да, вынужден, как взрослый человек, попавший в неблагоприятные условия, создавать какие-то возможности резервные для того, чтобы сопротивляться больничной инфекции. Обратите внимание, больничная инфекция – это необычная дикая инфекция. Лучше бы, если рассечение было бы дома, где я бы сделала, чем в больнице, да, потому что там часть флоры вообще жуткая, да, то есть и антибиотики ей нипочем, и многие антисептики ей нипочем, да, то есть и повредить, ну, то есть получить, то есть ее как-то, может, подавить тоже достаточно сложно, это спецвойска. Вот. И поэтому вот это вот стремление к естественным родам на самом деле является очень важным аспектом вообще получения здорового ребенка. Другой момент. Допустим, ситуация выглядит так, что, ну, нельзя, например, дорожать естественным путем. Что мешает? Что мешает? Договориться с гинекологом, да, взять этого ребенка, взять руку, извините, засунуть его в влагалище и обмазать этого ребенка. Это проблема? Это не проблема. Можно? Можно этого ребенка постараться сразу приложить к груди и приложить к коже этого ребенка? В теории. Это же возможно, это же несложно. Несложно. Я говорю эти вещи, как бы, ну, может быть, для кого-то они прозвучат как-то, ну, я не знаю как, да, то есть, но я совершенно четко на уровне чистой физиологии понимаю, что если вы это сделаете, вы сделаете закладку такую к своему ребенку, которая позволит решиться куче проблем, которые могут возникнуть в самом ближайшем будущем. Потому что получается, что следующим шагом, если этого не сделать, да, то есть, у ребенка первое, что будет страдать, это кишечник автоматически, да, то есть, он будет страдать от нарушений переваривания, он будет страдать от агрессивной микрофлоры, которая будет постоянно повреждать барьер, да, то есть, это будет сильно нагружать иммунную систему. Любой компонент пищи, включая материнское молоко, может проходить через этот кишечник в непрогрежденном виде, соответственно, как бы, сильно загружать иммунную систему. Часть звеньев иммунности будет перегружена, я об этом буду говорить сейчас в отношении аутоиммунных заболеваний, да, сейчас это все об этом обговорим. Вот, и это будет приводить кучу потом последствий, да, то есть, мы об этом тоже будем сейчас говорить после перерыва. Поэтому, если говорить о детях, то вот это самое главное, что я хотел сказать, сходу лучше, самое важное, да, то есть, на базе, на старте, да, то есть, это сделать так, чтобы он родился. Естественно, максимально обрад. А это уже вопрос женского здоровья во многом, да, то есть, неких других условий. Что касается, ну, вы потом еще, потом у нас будут еще вопросы-ответы, какие-то частные вопросы по детям, я отвечу. Но очень много вопросов уже по умолчанию, да, то есть, очень много вопросов в отношении реабилитации желудочно-кишечного тракта у детей. Да? Ну, это большая презентация, ну, часовой лекции, сразу хочу сказать, да, то есть, я пролистывать буду какие-то основные, ну, то есть, базовые такие моменты, имеется в виду общего плана, да, то есть, что такое микробиом кишечный, да, то есть. Ну, вот, фактор, влияющий на становление, да, микрофлоры ребенка. Микрофлора матери, это подготовленная фактически, да, то есть, мать, которая будет рожать через, естественно, родовые пути. Условия родов, способ родоразрешения, окружающая, ну, как бы, среда, гистационный период, то есть, он, как бы, родился вовремя или нет, да, вот. Наличие или отсутствие антибиотикотерапии матери или ребенка, ну, и характер питания матери, ну, и ребенка потом в дальнейшем, да. Вот, это то, что касается основных моментов, влияющих на становление микробиом кишечного. Ну, это я уже сказал, да, то есть, это, кстати говоря, научные данные, которые говорят о предрасположенности деток в кисарят, да, то есть, к различным заболеваниям. Аллергия, диабет первого типа, целиакия, неспецифический язвенный колит, вот, и очень сложные изменения в иммунной системе ребенка. Дальше. Вот. Ну, и, соответственно, этапы становления, да, то есть, первые несколько суток, 12 месяцев, видите, да, то есть, активное становление флоры с формированием, так называемых энтеротипов, их основных 4 энтеротипов, и еще 4 делятся, еще на 4, ну, короче, не факт. Вот. И в норме, да, то есть, с этого времени он стабилен и уникален. То есть, именно уникален он, потому что вот уже в этом организме, в этом ключе он, как бы, имеет совершенно своеобразный, как бы, состав. Последствия нарушения. Сложные изменения в иммунной системе. Метаболические нарушения. У детей, кстати, у кисарет тоже более сложного управляемых процесса. Нарушение формирования нервной системы. Вот. Это этапы профилактики, видите, да, подготовка родителей, сопровождение. Вот. Ну, и максимальное ограничение контакта с неестественной патогеной микрофлоры. К слову сказать, например, такая страна, как Швеция, да, то есть, которая имеет социальную медицину, то есть, она полностью оплачивается за счет, ну, взносов, да, то есть, вот таких прямых. Вот. Она для них, как бы, бесплатная. Получается, вот, перешли фактически на почти тотальные домашние роды, да. Но не просто там, как бы, кустарным способом, как у меня, например, в моей жизни это было, да. Вот. А совершенно четко есть специалисты, которые приезжают домой, да, то есть, реанимобиль, все дела, то есть, невозможности сделать какие-то экстренные мероприятия прямо на месте, все есть, да. Производится родоразрешение, машина уезжает, оставляет там одного специалиста среднего звена, который там следит за какими-то, ну, раненными вот этими, да, восстановительными периодами. Все. Почему? Они просто посчитали, что лечить внутрибольничные инфекции у детей, у матерей такой геморрой так больше дорого стоит, что им намного дешевле принять роды дома. Да, потому что дома вся иммунная система матери совершенно четко знает весь микробиологический состав этого и этой территории, и по отношению к всем этим микроорганизмам у них уже есть иммунный ответ у этой матери. И когда эта мать покормит своего ребенка этим самым молозивом, она передаст ему тут же всю картинку иммунологическую по отношению ко всем микробам, с которыми сейчас ребенок будет контактировать, все нормально. Это естественная среда, да, то есть они просто все посчитали. Я в этом смысле шведов обожаю, я когда там специально ездил, как раз, анализировал ситуацию, да, то есть по шведской медицине, то есть очень разумная тема. Одна из немногих стран, которая смогла выскочить из давления ВОЗ. Да, то есть, например, шведы в позапрошлом году приняли закон, который запрещает подавать на рассмотрение парламенту очередной закон об обязательной вакцинации. Не просто обсуждать, запрещает подавать на обсуждение, потому что они задолбались его обсуждать, нет, нет. Вот, так сделали шведы, да, то есть у них есть, ну, хочешь вакцинируйся, хочешь нет, какие у нас пока еще, да, вот, но они даже просто запретили. И, кстати, это нигде никто нигде не афишируется, вообще нигде. Но это одна из немногих стран, которая смогла это сделать. Вот. У них отношение к антибиотикотерапии, то есть такое, антибиотик может назначаться консилиум из трех врачей, включая заведующие отделения. Какое-то решение, которое обычно применяется у нас по отношению к калечащей операции, например. Потому что для них это калечащая процедура, да, то есть назначение антибиотика. Вот. Они его используют там, где он абсолютно необходим. И для этого надо заполнить три таких листа, серьезных, да, то есть где надо набрать определенное количество баллов обязательно, да. Вот. И так далее, и так далее. И когда ты все эти баллы наберешь, тогда ты имеешь право назначить антибиотику. Пока баллы не набрал, нет. Дальше. Профилактика, да, то есть проблем микробиома детей. Ну, про маму мы уже говорили, да, то есть раннее использование продуктов, ну, микрофлоры и обеспечивая их стабилизацию в кишечнике. То есть речь идет, да, то есть о хлорофиле, реклейнике и флоре. Иногда приходится заниматься еще дополнительно ферментативной работой, потому что, ну, как бы, я уже говорил, дети рождаются с несовершенно ферментативными системами уже изначально. Принципы, ну, реабилитации. Чем раньше, тем лучше. Принцип реабилитации работает по системе так называемых переселок, да. По системе переселок, то есть смысл в том, что, ну, как в третьем, четвертом этапе реабилитации, это же коты и взрослых. Только, ну, там есть свой нюанс, сейчас я поясню. А вот, просто чем меньше ребенок, тем короче периоды подготовки и, собственно, засева. То есть принцип какой? Если у нас есть кусок земли с сорняками, да, а мы хотим сделать там газон, то принцип такой. Сначала пропалываем, потом засеиваем. Ждем. Подросло, часть, нормально, часть сорняков. Пропалываем, досеиваем. Часть сорняков пропалываем, досеиваем. До тех пор, пока не получится газон. Принцип реабилитации вот на этом основе. Понятный образ, да? Вот это образ, классический образ, который вот я разрабатывал специально на практике много лет. И вот примеры, да. Например, я просто здесь... Эти примеры все есть, опять же, на сайте. Это тоже не проблема. То есть там и вся эта презентация со всеми этими комментариями есть на наторву. Берите свободный, там, свободный доступ. Это меня просто уже в последнее время это очень сильно напрягли. Я долго, долго бегал от этой темы, но в конце концов все-таки нашел возможность как-то ее соединить в единое целое. То есть это вот, например, для маленьких деток, совсем маленьких. Например, возрастом до года. Вот, например, такой пример для детей, например, 3-5 лет. Видите, да? Меняется, то есть там было 10, стало 15 дней. Немножко другие дозы. Допустим, 4, там, 7-8 лет. Опять же, больше дозы, те же 15 дней. Продукты, в принципе, для прополки одни и те же почти. Подарка, маринда, сок нони. Да, то есть у более старших детей, вот здесь, например, да? То есть уже пойдет каприлка, потому что они уже, эти дети, могут глотать капсулу. Можно было по каприлку дать и более раннему, то есть на более раннем возрасте, но ребенок не проглотит капсулу. Очень многие дети не глотают капсулу. Есть даже такие странные взрослые. Вот, собственно, весь принцип работы. Понятная идея? Это принцип работы с детьми, то есть принцип работы пересевками. Если вы приведете в нормальное, стабильное состояние кишечник ребенка, то я вас уверяю, у вас большая часть проблем с этим ребенком уже отвалится.